Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро за бортом полтора градуса И давненько у нас не было утренних новостей Давайте послушаем, чем дышит в Монреале Утро за бортом полтора градуса Утро за бортом полтора градуса Утро за бортом полтора градуса И в Монреале, кемаунин И в Монреале, кемаунин Вмонре, кемаунин Вмонреале, 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 кемаунин Субтитры сделал DimaTorzok Вот видите, на самом деле, смотрите, пока не забыл, да, значит, очень много информации Лидеры у нас сейчас по заражениям Торонто, у них было 4 тысячи, сейчас они чуть меньше 4 тысяч Порядка, по-моему, сколько там, 800 человек, по-моему, сказали, в интенсивной терапии находятся Значит, границы закрыты, Лего призывает, собственно, ужесточить требования по прилету в Канаду Чтобы у всех обязательно был тест И вообще, на самом деле, как мы помним, правительство Квебека, в том числе, активно поступает за то, чтобы, в принципе, уменьшить количество интернациональных рейсов, которые прилетают в Канаду Значит, что интересно еще, это то, что очень часто же комментарии под моим видео по поводу того, что я вот ничего не говорю О том, что, значит, народ, значит, борется против мер, которые принимаются Народ, значит, все хавает, извиняюсь за мой французский А на самом деле, смотрите, было сказано, что было выпущено в общей сложности, по-моему, сколько там, 113 тысяч штрафов Из них, значит, на общую сумму 20 миллионов долларов Из них три четверти, три четверти, да Из этих более чем 100 тысяч штрафов, значит, оспариваются в суде То есть, люди говорят о том, что они невиновные Соответственно, они пока ничего не платят И это, я так понимаю, долгая история будет на пару лет вперед Вот, когда суд рассмотрит все эти самые обращения и факты, значит, указанные в штрафе, да Что они имели место быть, было нарушение, не было нарушения закона Короче говоря, да, народ сопротивляется Народ не ведет себя как послушная стата Это как бы, да, и всеми доступными способами В частности, судебным способом Защищает себя от того, что народ считает несправедливо И можно надеяться на то, что, опять же, суды у нас, слава богу, более-менее свободны В плане того, что нет у нас такого понятия, как телефонное право Что там не пущать, не давать и так далее И, соответственно, суд рассмотрит все заявления по существу И, соответственно, примет правильное решение Значит, что там еще интересного-то было сказано Вроде бы, что ничего такого, да Мне так кажется Значит, ну, тогда на этом заканчиваю Всем отличного дня и счастливого Пока!